Всех приветствую, ребят! С вами Император Прайм и сегодня у нас один из интересных боёв, которые хотелось бы, конечно, показать, опять же, по учительных целях для новичков и вообще, кто хочет нагибать. И у нас сегодня не аркадные бои, не 19 фрагов от меня или 16, а сегодня у нас бой в реалистичных боях. Здесь у нас я сделал 9 фрагов. Дело не в 9 даже фрагах, а дело в том, что хотел бы, чтобы вы определили и посмотрели на миникарту обязательно, на команду. И опять же, что команда в данном бою практически, скажем так, не участвовала. Такое ощущение, что её, в принципе, вообще, наверное, не было. Ну, у меня такое, по крайней мере, впечатление сложилось. Очень тяжёлый бой был, потому что я единственный, кто, вот смотрите, двигаюсь в сторону точки, видно у нас точка А и у врага точка Б. То есть по точке на каждую команду. Вот. Цель или вынести всех ребят, или как бы забрать точку. Всё очень просто. Ну, что, скажу сразу, усаживайтесь поудобнее. Бой будет длинным, напряжным, эпическим. Дофигища всего таких моментов будет. Даже в один момент у меня прям бомбануло, потому что чувачок меня хорошо снёс. Ну, смотрите, вот в данной карте я пытался, ну, всегда вообще стараюсь проехать здесь, чтобы было очень аккуратно. Ну, во-первых, я сделал, не проехал очень хорошо, права на там засалу купил. Ну, фули там, короче, говорит. Поэтому всё очень плохо, разлупил кедренефение вот этого здания и таким способом себя выдал. Этого делать нельзя, ну, не получилось проехать. Плюс, видите, короче, дым сразу всё, когда рушится дым и очень плохо делать пристрелочку. Ребят, будем смотреть из разных, ребят, камер, как оно вообще было там и всё остальное. Буду вам переключать взгляд игрока, чтобы вы приблизительно понимали, как я отыгрывал это. И что я вижу? Сразу же врага. Смотрите, Т-29. Делаю выстрел и сразу же отправляю в ангар. И сразу, моментально, после выстрела откатываюсь назад. То есть, какова главная вообще ситуация? Ситуация у нас такова, что нам приблизительно мы понимаем на карте, откуда могут двигаться враги и их приблизительно выцеливаем. Ну, то есть, как бы ждём. Видите, я, в принципе, жду, потому что стабилизация у совета, ну, хреновая. Хреновая и вот эта раскачка, как бы, наверное, ну, то есть, именно, что касается, я имею в виду, с первого по пятый ранг. То есть, на шестых рангах там вообще совсем кайфово, по-другому. Но, тем не менее, обратите внимание на карту. Все просто депят тупо точку. То есть, у людей мозгов только хватает на то, чтобы встать и охранять точку. На этом геймплей закончился. То есть, стоять и ждать, что к тебе приедут. Я, в принципе, игрок активный, у меня настолько нервов не хватает цель. Вижу слева, видите, вот слева пацанчик. И тут раскачка, и я делаю выстрел и забираю. А тут ещё один, этот, Т-26. Думаю, да ёлки-палки, что же мне делать? Вижу этого пацана, понимаю, и делаю пыль. Смотрите. То есть, именно, крушу здание для того, чтобы ему видимость. Пылью, короче, чтоб он меня не увидел. Ну, я у него прощёлкал, что он откатился в данный момент. Это сейчас на повторе видно. То есть, я думал, что он до сих пор стоит. И сразу же быстрым ходом спетлял от него. Ну, а что делать? Но дым я создал, и уже ему видимость... Ну, он уже, ему тяжелее по мне было. Он меня практически не видел. Вижу, делаю выстрел, и у него рикошет. Рикошет, у него прям по ВЛД прошлось. Ну, думаю, ладно, хорошо, парниша. Ну, а команда, в принципе, как стояла, так и стоит. Единственное, что несколько танков там, как-то там сзади там... Слава тебе, господи, начали там подкатываться. Приблизительно там посмотрел с бинокля. Ага, где-то в этом районе там пацанчик стоит. Ну, в принципе, сделал выстрел. Вот, и я чуть выше делаю, и прям попадаю в Д-29, и уничтожаю его. Ну, уничтожаю, и все, что... Поиграл, короче. Так. А тут меня подожгли, ребят. Представляете, просто жесткий такой поджог. Парящая камера. Включу, чтобы вы понимали. Так, вот это вот. Свободная камера. Вот. Смотрите, вот слева, слева, чувак, это просто жестяк. Вот он, короче, меня подпалил. Ну, не очень, не очень красиво было. Ну, и я на ремке. А что мне еще остается? Одна вот такая вот ремочка. Здесь у нас, в принципе, пока ничего не наблюдается такого. Я пытаюсь как-то отстреливаться, но, видите, их там два, Центурион и Т-29. Ну, я бы сказал, что очень, короче. Очень, очень и очень. Так, сейчас. Свободное вращение. Маркеры. Это понятно. Что тут у нас? Перестрелочка. Единственное, я хочу показать, вот смотрите, этот момент немного прощелкался камерой, но, тем не менее, происходит, что у меня Т-29 спустился и меня не убил. То есть, мне, можно сказать, повезло, что Т-29 меня не убил. А наверху стоит Центурион. Ну, веселуха, короче. Просто, просто вот веселуха. Дальше некуда. Так, вид от пушки, вид от тепла, так, покасательные. Парящая камера, вот эту, может, сейчас врублю еще. Вот. Да. И смотрите, что у нас тут происходит. Вот он стоит, красавчик, видите? Ну, красавчик. Я здесь, но знаете, что я еще не заметил? Ну, в принципе, смотрите, как я пушку именно смотрю на пушку. Я посередине, на угол здания пушку, в принципе, навожу. Зачем? Потому что я не знаю, или с этой стороны дома выйдет чувак, или с правой на Т-29. Но, не замечая, что сзади серьезный парниша, а я то контролю их. То есть, чтобы вовремя пушку повернуть, или на правый угол, или на левый. Ну, тут хитрый пацан. Просто приезжает, иначе начинает не устраивать звездные войны. И тут Т-29. Смотрите, рикошеты по мне. Т-29 делает выстрел. Я просто Стивен Сигал. Охренеть. Этот до сих пор наверху. Я пытаюсь отстрелиться. То есть, просто сбоку опять этот трамбун. Это просто какая-то катастрофа. Центурион. И что мы наблюдаем? А где все? А нету никого. Императора просто трамбуют. Слава богу, что хотя бы Центуриона в бочинку забрали. И тут я уже стреляю с последних сил. А там еще это, М-16. Ну, это жесть. Тут этот, М-19. Просто поливает меня шквальным огнем. Это какой-то кошмар. И шесть, это просто бомбезная тема. Уже М-19 заходит мне сзади. Меня зажимают со всех щелей. Вы представляете? Вы видите, что это происходит? Да это просто катастрофа. Это система... Система фунтик. Град, фунтик. Вся хрень по мне лупит. Тигр, спасибо, дружище. Спасибо. Тут уже такая армия на меня приехала. Что уже как бы на самом деле тут до лампочки. И у меня был дублерчик. Ну, думаю, хорошо, пацанчики. Хорошо, ладно там, парниши. Еду я дальше. Знаете, что самое, короче, вот просто хреновое. Хреновое это то, что здесь спрятался серьезный пацан. Или может быть не на этом. А, нет, это потом будет. Но у нас киберспортсмены, статисты там. Ну, вот. Вот и главная позиция. И то их прям убивают прямо здесь. Что тут сказать? Все очень просто. Вот они. А, этот вообще, короче. Бомб ТР. Все нормально. Все нормально, ребят. Что там? Говорим. Переходим дальше к моему танку. Перехожу в бит. И уничтожаю один из танков. Вот. Все. Еще один уничтожил. Прячусь, ребят. Ну, а что тут делать? Хотелось бы еще отметить. Так, по статистике, да. Смотрим. Первое место. Пять киллов уже есть. Все вот. Некоторые там летают. Литунек. Хреновый. Литунек. О. Ага. Еще одного, да, там загасили. Там пять фрагов. Да. Шестой килл только что сделал. Вот еще. Шестой килл, ребят. Потому что начали подбираться жестко к базе. Но, опять же, весь бой вы чекайте карту. Обязательно. То, что как стояли, так и стояли. Ну, там он летает, короче. Литунек просто. Любители полетать. А, вот этого я как раз загасил. То есть, есть такая фишка. По-моему, такое ощущение, что он будто не умер. Но все, умер, да. Так. Ну, и что? Вроде бы очки уходят у нас поровну, да? Но, опять же, все насчет вот этой фигни. Смотрите, сколько... Как бы, все равно у них немного больше. А у нас вот эти, вот эти чуть... Раз, два, три, четыре, пять человек, как просто красавцы. Просто красавеллы. Ну, тем не менее, пока понимаю, что как-то несерьезно. И надо тащить бой. Смотрю. И думаю, что же делать дальше. Ну, ладно, хорошо. То есть, именно потому, что, ну, во-первых, опасно было ехать. Слишком много подъехало. Пока от базы второй раз респанулся. Уже двоих загасил. Потому что они здесь стояли. Ну, то есть, опасно ехать. И думаешь, блин, могут стоять и там, и там, и справа, и слева. А я-то, как бы, не бессмертный. Плюс, в принципе, никто не помогает. Как бы, там, где-то там, в основном, летают они. Ну, думаю, хорошо, ладненько. Пытаюсь дальше выцелить. Ну, все безуспешно. Потому что толком никого нет. Ну, вот такая вот, конечно. Сейчас немного вам вперед покажу, что тут у нас вообще происходит. Вот у нас база. Вот у нас... Там чувачок один был. А вот и справа, да? Есть кто-то, да? Нет? Что-то тут выстрел был такие. Ага. Ну, вот, ребятки, горят. Красавчик. Горите, горите, падлы. Мне даже интересно посмотреть, где они вообще там были. В основном часто используют вот эту горку. И на ней, в принципе, сидят. Ну, пока одного наблюдаю. Кто это? Васильска. Сосиска, короче. Какая-то сосиска. А у них, наверное, тоже супер, супер эти ребята, которые там попрятались. Да, прям интересно посмотреть. Ага, М46. Ага, вот тут у нас уже ФВ-42. 0-2 подтянулся. Тут у нас этот супер враг. Красавчики, красавчики. Хорошо, я понял. Ну, в принципе, я решаю продвигаться. А что мне дальше делать? Еду дальше. Так, что у нас по фрагам? Смотрим. 6 фрагов как было, так и осталось. Никого, в принципе, не загасили. И вот в данный момент, как я продвинулся. Смотрю, опять же, все равно все сзади. Я думаю, не надо, короче, как-то что-то, ситуацию менять. Ну, и здесь как раз самое начнется. Одна из смертей, которой я здесь погиб. Ну, очень обидно. Вот прям очень. Но, тем не менее, здесь довольно так неплохо. Меня один чувак захочет объехать. Вы это все сейчас увидите. Такие вот эпические, прям вот, ну, на самом деле, прикольные моменты в бою. И, опять же, расскажу, чтобы в РБ нагибать и тащить, и все самое, надо прям вот внимательным быть. Здесь внимательность, это и является скиллом. Не то, что вы там, там, то есть, думать наперед, как думает врат. Откуда он заедет? Куда он поедет? Чекать выстрелы. Дым из дула после выстрелов. Валяют там деревья. Прислушиваться, как там, где-то здание кто-то ломает. То есть, это вам подсказки, короче. Откуда ждать удара? Откуда может выехать враг и тому подобное? Так, ну что у нас? А у нас М46 слева заходит. Вот вот этот серьезный парниша, который, кстати, я его вроде бы убил, да, если не ошибаюсь. А он опять тут это, возродился. И смотрите, что самое прикольное. Я, как бы, его, на самом деле, не бежу. Дула у меня направо. Вот, смотрите, я направо. А он уже слева заходит. Ну, потому что не могу прям голову. И я вот тут вот, вот под таким углом. Ну, то есть, вот теперь я уже вижу, что пацан есть там. Вот. И думаю, сейчас его снять. Заранее свожусь. Смотрите. А он меня спалил. Ну, спалил уже. Все, спалил. Ну и что? Я думаю, ладно, торчала только башня. Я думаю, ладно, в дула влуплю ему, чтобы, короче, критануть как-то пушку. Смотрите, что этот ниндзюца, чертовый ниндзюца делает, ребят. Эта хреновая ниндзюца берет и падает вниз. Падает вниз. Но сзади на меня нападает вот эта мелкая хренобора. И ее, конечно, забирает. Мне просто повезло. Тут прикрыли. Да, в принципе, она мне сильно так ничего не сделала. А вот Т-29. Вы понимаете? Т-29 ездит. Вот такой момент, что там ехал Т-29. Я думаю, ладно. Хорошо, думаю, два чувака. И я пытаюсь забраться. Хотя тут УВНы у меня. Ну, минус три. Кто знает, на ИС-6 очень все хреново. И думаю, ладно, смотрю прям задком. А тут по мне еще кто-то лупит. Ай-яй-яй. И я просто думаю, нет, на Т-29. Выстрел и уничтожаю. Забираю седьмой фраг. А тут еще Крусайдер слева. И М-24. Да етить, колыхать. Думаю, вы че охренели? Что вообще происходит? А я-то на КД, ребятки. На КД и думаю, как? И справа там еще пару. Оттос был и М-46. Тут вот эта вот хренота выезжает. Я, конечно, надо было в башню сразу лупить. Потому что корпус в этой хрени у Крусайдера мощный. И сразу надо в башню было лупить. Но думал, сейчас в каток там пройдет нормально. Не, ничего не прошло. Поэтому пришлось задержаться. И дать ему плюху. А тут опять еще этот, М-24. И тут еще и М-46. Помощь, но я такое ощущение, что серьезно. Будто один против всех китайцев пошел. Просто их вот так миллион бежит. А я один, короче, такой там, со штык-ножом. Один дурак, короче. Вот. Катастрофа. Я думаю, ладно. Хорошо, ребятки. Там он еще этот. Он тос-шмонтас на М-50. Ну ладно. И вот здесь, конечно, будет веселуха. Откатываюсь. Он сделал выстрел. Повредил мне движок. Я делаю выстрел и уничтожаю его. Уничтожаю. И тут я сделал грубейшую ошибку. Во мне М-24 работал этот, который спетлял. И я ушел на ремку, ребят. Понимаете? На ремку. И дуло у меня смотрит в космос. И я пытаюсь как-то там, что-то там, это, да, куда все. И лучше бы я упал в воду и потом начал ремонтироваться. Очень, конечно, обидно тут я. Не очень красиво. И дал возможность М-24. Ну, сами посудите. Вы видели, сколько количества врагов. Это просто жестяк. Вокруг одни враги. Плюнуть некуда. И помощи, как таковой, практически ноль. О. Были моменты, когда-то меня прикрывали, конечно. Спасибо и на этом. Едить колыхать, а. Но, тем не менее, сейчас будет один из моментов, который меня бомбануло. Объясню почему. Потому что здесь спрятался чувачок. Где-то... Где-то вон... Где-то вот здесь, короче, спрятался. А, вот этот вот именно объехал. Вот он. А я так и не понял и не заметил этого щенка. Тут же же танки не подсвечиваются, ребят. Это сейчас на видео вы видите подсвечиваются. А так я его не вижу. А, вот оно, чучело, как оно меня убило. Теперь я вижу. И он делает мне травм-бабар. Я, короче, погибаю. Но думаете на этом все? Конечно же, нет. Продолжаем наше пати. М24 как брал базу, так и берет. Никто его даже не собирается убивать. Просто плевать на всем. Всем плевать на этот танк. Ну и там едет Федя. Это единственный игрок, который здесь хоть как-то что-то там сделал, блин, для победы. Насколько я помню, он 6 килов загасил. Это мелкое чучело. Смотрите, все крутится, крутится. Скиловик, скиловик хренов. Прям вообще такой там ездит. Ой-ой-ой. И мы с Федей тут рулим. Я взял Т-44-100, ребятки. Знал, что машина такая более дырявая, конечно, слабая. Можно было и с третьего взять. У меня и с третий как-то был в запасе. И как бы хорошо. И опять смотрите, как он красивый. А, красавчик. Ай, факан щет. А, смотрите, смотрите, какой. Но он не ожидал, что его отымеют в задок, а? 120-й. А? А? Не нравится, когда заходят в попочки? Вот так вот. И что я тут делаю? Ну, тут у нас битва. У меня тут опять, смотрите, выстрел. Блин, волна поднялась прям до космоса, до стратосферы. И этот М-24 просто меня задолбал. Но опять же все понимаем, что у Совета не очень уваянчики такие. И я тут пытаюсь как-никак там как-то там выстрелить. Потому что он быстрее. Чекаю перезарядку. Ну, там все вот эти возможные дела. Вот как это выглядит. То есть, я вот смотрю, его перезаряжаюсь. Да, все вот эти моменты. Понемногу. То есть, уже представляете, сколько вот в бой уже идет времени. Я прям охренелся, честно. Вот такой вот движухи паки. Ну, и выстрел. Красавцы. Красавцы забрали, конечно. Но я не стал рисковать, потому что там уже последняя моя... Последняя жизнь была, скажем так. И не стоило... Как бы в этом плане. Ну, а понимаете, в чем фишка? Точка А практически была взята. То есть, наша... Ей уже практически хана. То есть, они там раз-два и все. И победа. И победа. Все. Поэтому пришлось еще очень долго. Я тут сделаю перемоточку, ребят. Вот так вот перемоточку. Потому что... Долго слишком базу были брать в 4 X. Давайте. Давайте еще 8 X. Перемоточку. Ну, пришлось как бы ему, чтобы очки, сами понимаете. И спас базу, ребят. Что тут скажешь? Спас эту чертову базу. В перемотке двигаюсь. Серьезный парниша. У него такая кабина прям серьезная. Фигит. Вот. Посмотрим на киллы. 9 килов. И тигр. Ну, он на Феде, короче. На Фердинанте ездил. 6 килов, короче, сделал чувак. Ну, остальные, в принципе, 0-0-0-0-0-0. Тут по пару килов там, чуваки. И то там сборим пополам. Подсосали на базе. И чтобы выиграть, ибо мне выстрел. Видели? Вон, Т-95. Просто повезло, что Т-95 меня не снес. И я отбрасываю последние дымы, ребятки. И помимо того, что в таком движухе огромной воевал, плюс, я не знаю, сколько меня обстреливали. Вы видели, что было, в принципе, вообще в начале. Какой шквальный огонь был по ИС-6. Поэтому, опять же, кто спрашивает, порезали ли ИС-6 и все остальное, я опять же говорю, его не порезали. Да и резать незачем. И эта машина просто сделала вещи. Сделала офигинские вещи. И я на ней смог, как говорится. Вот так вот. Где тут у нас там этот последний бой? Вот этот последний бой, результат. Ну, все, в принципе, видно. Тут у нас к исследованию техники 4300. Вот, потому что ИС-6 не качает шестой ранг. Вот, поэтому, если бы это было там, качал с первого по пятый ранг, там бы было, наверное, 1013 к исследованию техники. Ну, и все остальное. В общем, по деньгам там вышло 89 заработанного почти. Ну, 90 тысяч. Как бы вот так вот. Ну, и того там всякими там ремонтами, всякой фигней. 80 тысяч чистыми. Как бы вот так вот ушло. Ну, вот такие вот результатики, ребят. Ну, что могу сказать? Видео было снято по учительных целях для новеньких людей, чтобы понимали, как ехать, как, в каких ситуациях себя вести. Заранее пушку поворачивать. Все вот эти нюансы. Ребят, если вам понравился бой мастер-класс от Императора, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Чем больше у нас будет, тем будет интереснее. Ну, а на этом все. До пребудет с вами Сила. Всем пока. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту- Продолжение следует...